Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале с готовыми схемами заработка 100секретов.рф И сегодня мы поговорим о том, как продать снег зимой. Не в переносном смысле, а в прямом. Итак, синоним того, что люди подразумевают под этим понятием, обычно связан с рекламой, с маркетингом. И обычно это означает примерно то же, как сделать что-то невозможное. Продать абсолютно невостребованный продукт и продать его дорого. Это высшее мастерство маркетолога, это высшее мастерство рекламщика. Иногда это какая-то хитрость или какая-то уловка. Но сейчас мы посмотрим, как можно заработать на этом без хитрости, без уловок, напрямую продав такой, казалось бы, бесполезный продукт. Продукт, который бесплатен, которого абсолютно много и который дается самой природой. Давайте разберем три возможных варианта. И в одном из вариантов я расскажу вам о примере своего друга, который, в общем-то, не первый год уже на этом хорошо зарабатывает. Вот мы видим поисковую выдачу Яндекса. Здесь в топе у нас крутится весь зимний сезон реклама. И эта реклама связана с вывозом и с уборкой снега. Часть рекламы крутится на всю Россию. Не знаю, для чего рекламировать московские компании, но, может быть, у рекламной кампании избыточный бюджет, который нужно освоить. Давайте пойдем дальше. Вот идет реклама, уборка, вывоз снега в Сочи. При том, что в этом году снега еще нет. Может быть, только на Красной Поляне. Мы видим, что услуга пользуется спросом и начинается заработок там, где начинается уборка. Действительно, уборка снега стоит денег. Погрузка снега может стоить от 200 рублей за кубометр, а вывоз от 2000 рублей за машину. Таким образом, бесполезный продукт на первом этапе своей цепочки уже превращается в какой-то заработок и в какие-то деньги. Ну вот мы видим сайт одной из компаний, которая предлагает вывоз мусора, вывоз снега, льда, другие работы. Обычно в городах у коммунальных компаний стоит очередь бизнесменов, которые желают вывозить снег, потому что это действительно очень-очень выгодно и прибыльно. И обычно такая работа достается избранным компаниям. Но как перейти от вывоза и утилизации к заработку? Как добавить какую-то дополнительную ценность? Давайте разберем несколько примеров. Вариант номер один – это работа с компаниями, которые занимаются поставкой оборудования для утилизации снега. И одна из таких компаний – это Ижевский завод емкостного оборудования. Вот такие вот боксы, которые имеют очень высокую продуктивность и которые позволяют утилизировать снег прямо на месте уборки. Давайте посмотрим фотографии и примеры. Вот так вот выглядит оборудование в работе. То есть бульдозер собирает снег ковшом в эту машину, а в дальнейшем снег вытапливается и спускается в дренажную систему. Производительность достаточно большая – до 100 кубов снега в час. То есть до 100 кубов. Нетрудно пересчитать это в деньги. Мы получаем очень-очень хорошую сумму. Это порядка 20 тысяч рублей в час. То есть вулкан 100 – вот такая вот установка – может приносить потенциальную прибыль около 20 тысяч рублей в час работы. Вот это одно из направлений. То есть можно не только убирать снег, но и утилизировать. И это первый вариант заработка. Второй вариант – это оснижение малых зон отдыха. Такие зоны отдыха есть во многих городах. Это горнолыжные склоны любительские, которые не имеют снеговых пушек, которые не имеют каких-то водяных завес для производства снега, которые работают от естественного оснижения. Понятно, что начало сезона на таких склонах связано напрямую с капризами природы и погоды. Если год снежный, то такие зоны отдыха начинают работать рано. А если снега нет, то они могут не работать даже половину зимы. И, в общем-то, владелец теряет прибыль. Со мной поделился предприниматель, который не первый год уже зарабатывает на этом. Он договорился с коммунальными службами, которые занимаются уборкой снега и выкупает этот снег. Точнее, он выкупает не снег, а доставку. То есть, не нужно вытапливать, не нужно утилизировать снег. Он выкупает его и этот снег доставляют непосредственно до места. То есть, этим снегом оснижают зоны отдыха. Давайте посмотрим пример. Ну, вот, например, вот такие вот ледяные горки для тубингов. То есть, чтобы сделать оснижение такого склона, нужно большое количество снега. И, в общем-то, это хороший бизнес, который приносит доход сразу с двух направлений. Первое – это снегоуборка. Второе – это продажи снега. Оказывается, снег можно продать. И, чтобы изготовить вот такую вот горку, уйдет не один десяток кубометров снега. Ну, и теперь вариант для тех, кто не имеет стартового капитала, вложений. В общем-то, кому не хотелось бы всем этим заниматься, потому что это сложно и долго. Рождественский искусственный снег. Этот снег закупается для торговых сетей, для различных витрин, для декора. В канун Нового года продажа снега измеряется тысячами упаковок. Он используется даже на различных тусовках, дискотеках. Вот такой вот снег. Возможно, вы его видели, возможно, вы его видели в котовом варианте. Ну, а кому-то он понравится непосредственно для домашнего применения. Можно украсить свою новогоднюю елочку, и она будет выглядеть не просто нарядно, она будет выглядеть как будто только что принесенная из леса. На этом все. Если вам понравилась идея, поддержите наш канал лайком, поставьте колокольчик. Так вы увидите новые обзоры на реальные способы заработка, один из которых вам обязательно подойдет. Ну, а если этот способ вам не очень интересный, потому что он онлайн, то вы можете перейти по ссылке под этим видео и посмотреть то, что вам подойдет понравиться выбрать ту схему онлайн-заработка, которая вам придется по вкусу и которую просто начать за короткое время. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и следуйте по ссылке под этим видео. Там вы найдете самые свежие обзоры и интересные схемы заработка.